приветствую всех дорогие друзья с вами черный металл в игре резин смог не победить этих двух чертяг так давайте-ка с ним поговорим конечно давай-ка расскажи как было дело это все из-за катера это он меня заставил так все и было он хотел чтобы я ему отложил травки совсем немного что он тебе дал за это мясо и золото немножко но совсем мало и уже ничего не осталось только карлосу не говори я не могу вкалывать в монастыре характером не гожусь а еще я аллергик а ну убирайся отсюда спасибо в общем-то как я победил сейчас я с этим поговорю чурлом как раз вам расскажу теперь поговорим слушай я не хотел наступать дону на хвост ты спер его травку да ты просто раздавил его хвост я не собирался продавать это в харбортауне тогда где только ну только в они все там любят брюгал что-нибудь еще они богаты кучи золота и все что они над и были в руинах короче сразу скажу этот черту должен у вас оставаться в любом случае на последний заход кто еще замешан в контрабанде брюгла я один и я должен в это поверить верь во что хочешь в общем то вот этот самый тяжелый черт его побеждать надо это отскакиваете ударе ударяйте скакивайте ударяйте больше никак но первым делом чтобы это у вас получилась возможность когда вы пробегаете мимо них это показать не смог потому что не знаю с какой попытки сбился счету я смог их победить в общем то я отбежал сюда запрыгнул на крышу вот сюда и уже когда я подбегал сюда один оторвался я смог этого черного повалить обратно на землю туда он упал здесь расправился с этим молодым а потом уже с черным то есть на это только единственный способ их тут одолеть ну можно поставить на строках игры еще легкий уровень но я не знаю как это отразится может вам очков опыта меньше дадут золото меньше и там чего-нибудь еще так что не знаю опусти это оружие то придурок то хорошо обзываться не уровень чем от поднять до уровня чуть-чуть осталось в криве попинать придется наверно ты можешь научить меня охотиться а этот учит понятно чему так золото уме 252 монеты а на взлому научить меня может только тот дятел ну да ладно текс здесь я правильно помню сколько этом зелий то осталось пять штук и где-то сколько три или четыре зелья выпил в общем то под ударом лучше вообще не попадаться иначе умреть тяжело с ними воевать но прикольно пришлось побегать по крышам но главное вы по крышам слишком сильно не бегайте чтобы они вас не упустили но почему гриша мне упустили весь прикол том что вот этот молодой как там его не помню короче послушник он если вас упустит он просто пойдет дальше если его вы атакуете не дай бог то на вас нападет вся городская стража ну которая будет поблизости но прикол весь в том что если вы его завалили а этот нижний который с которым я последний разговаривал не обращал не прекратил обращать на вас внимание вы его внизу можете спокойно запинать и стража ему у вас не попинают сильно так что очень даже нормально скажу так насчет шпиона сида ты уже поговорил со всеми чьи дома ограбили пока нет ну думаю там и надо начать искать шпиона сида так вот такой я не помню кого задания выбрал так это не то это тоже нет я лучше не пытаться ничего да и не пытаюсь я пытаюсь помнить то мне давал блин задания и хоть пристрелите не помню что самую а вроде здесь сидит правильно не совсем хотя я помню он на лавочке сидела вот и к эту ночью фиг его найдешь вот твоя травка отлично ты заработал целую кучу золота что ладно расскажи мне как потрошить торговца ладно есть два достойных объекта конрад торговец он покупает у фермеров и продает потом с большой выгодой есть альваро торговец оружием поскольку на него работает единственный кузнец в городе он навязывает свои цены на оружие как мне собрать денег с обоих торгашей для начала осмотрись поговори с ними прикупи у них что-нибудь тебе нужно выяснить чем они там заняты какие у них проблемы в чем слабости а узнав слабости мы обратим их против них самих что тебе нужно она позанимаемся вымогательством у тебя наверняка есть дела в другом месте так но обучить я так полагаю только он может меня в краже золото 352 плит мало это вообще ни о чем ты собираешься тут торчать весь день сначала тогда выполним задание по торговцам а потом сдадим его но почему и нет покажи мне что у тебя есть ничего не прикупить щипцы давайте щипцы прикупим и молот кузнечный молот можно купить арбалет нет охотничий нет это не нужно это не нужно 90 значит говорите да джевый меч раз два охотничий хороший меч ну блин мне силы не хватает на него да силы надо довольно много ну насчет кувалду одну продам нафиг она мне нужна щита меча ух какой хороший щиток то продаем это ладно 12 золотых я уже добавлю не такая большая сумма но щит сейчас я заберу так лук сразу во второй слот и щит 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 о хоть какая-то блин защита есть мне нужно изучить ювелирное дело так погодя у него чего не могу изучить ювелирное дело разве тебе не нужно быть где-нибудь в другом месте ты собираешься тут торчать весь день в чем дело понял так ты работаю не нужен отдых на этом свете отдохнешь а и куда бы горцануть еще может его сейчас сдать не вариант чем хочу тем занимаюсь пока думаю куда тут надо бежать вообще так альвара альвара собрать деньги там собрать деньги что тебе нужно любви ласки и заботы мне нужно так ну ладно прости меня что-то отвлекло я не хочу чтобы мне сейчас докучали родригес это насчет воровства слишком рискованных сразу так ну бабло у меня с собой есть но кузничным делом я не обладаю еще найти надо второго рабочего тебя видели в доме которая грабили я разношу пиво по многим домам меня много где видели ты прав возвращайся позже а у я ищу покупателя для рыбной лавки это филуса а мне-то она на койне так для рыбака же наверное самое то я рыбу только ловлю я ее не продаю ну может стоит подумать уже о смене рода деятельности ну может и так работы у тебя все равно нет ну да ну да и во сколько мне это встанет лавка будет твоей всего за 300 золотых монет но у меня не гроша за душой хотя может у меня найдется кое-что другое кое-что другое только мне будет нужна твоя помощь это уже любопытно в чем именно слушай у меня есть кое-что ценное можем махнуться ценное ценнее чем 300 золотых тихо ты не так громко да у меня есть артефакт из развалин а чего же ты тогда пьешь в долг если у тебя целый артефакт есть мне его не продать инквизиция узнает и дело будет худо ясно могу его тебе отдать за три сотни я уверен он куда больше стоит я тогда себе куплю лавку а ты можешь перепродать артефакт и заработать на разнице и что это за артефакт такой кольцо я думаю оно волшебное ну так что договорились опять я без денег останусь да что ж такое то хорошо ладно я куплю твое кольцо вот поверь ты об этой сделке не пожалеешь я уже жалею в линии сделав с этим карлосу и его людям ну так ты купишь рыбную лавку ну да поутру буду рыбу ловить днем ее продавать это всяко лучше чем то что я сейчас делаю филуса эти новости обрадуют ай ух ты а ну да неплохое колечко сила плюс три а что мне сила дойдет вообще ровно счетом практически ничего на меч все равно не хватает ну да ладно лавку продали пойду его обрату хотя бы хоть какое-то полезное сделал дело я нашел покупателя ника купит твою лавку что что он с ума сошел ну ладно мне же легче спасибо тебе что ты нашел покупателя вот эту ракушку я нашел в ящике с рыбой может тебе пригодится и что ты теперь будешь делать без рыбы я пойду к петти по пути захвачу денежки нико а потом напьюсь ох как же я напьюсь молодец я ищу дойла дойла давно уже его не видел он у меня был хорошим клиентом в смысле он тут рыбу покупал больше одного раза по мне так это хорошо может быть ты освежишь мою память чувак у меня золота то нету капец что то я как то скажи кому нибудь другому все беднее и беднее ну да ладно так а мне надо найти какого то тут я не могу тебе помочь так что у меня задание надо посмотреть это у меня ай рецепт список хорошо если я цена жму не поможет да а а значит клавишей b я могу хотя бы более менее управлять со всей этой фигней так это ладно а чё с заданиями то и а а чё клавиша к что ли так выполнена торговцы учителя текущие как сколько что то еще этих так шкуры за мясо семейные рельки сыновья карта острова боги троицу любит а а это про чаши понятненько ничего толкового здесь не найду походу еще три чаши надо купить а ну а ка а он не получишь эти доспехи этот проклятый лукор думает что может творить все что взбредет ему в голову похоже на то однажды эти мерзавцы поймут как они заблуждаются значит то есть я еще и обломал вдобавок интересно что так мне здесь надо на второй этаж пробраться это интересно как бы сделать так по им фум-фум а понятно что ж дорогие друзья сейчас пока уйду на паузу по городу побегу еще наверно постараюсь хотя бы пару заданий выполнить скорее всего надо бегать рыскать что по карте судя по всему сильно здесь нифига не насмотришься карта убогая просто капец ну да ладно пока пауза итак бегал я тут бегал прокрался в склад кто же может научить меня вскрывать замки но без скрытия замков делать здесь особенно нечего походу да что не полезно это хоть будет кто кто же может научить меня вскрывать замки понятно это все бесполезно что ты ищешь что ты ищешь уже ничего поверь уже все нашел так это тюрьме могу открыть кто же может научить меня вскрывать замки понятно здесь только вскрывает замки надо и как-то надо пробраться здесь на второй этаж а ну-ка валил бы ты отсюда ну-ка 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 сундук романова вижу вижу так стопы волчья шкура а сколько у меня теперь этих шкур мясо заборжить смогу наконец-таки а прекрасно теперь шесть волчек и одна кабанья твое налево дайте каманью шкурку чего это иллюзия немножко золота так нож все ладно ну еще сундучок вижу кто же может научить меня вскрывать замки да твою ж налево еще одна волчья шкур да вы издеваетесь ничего кабанью шкуру вообще не видать жизнь секретная комната какой-то рычаг косово железная руды и лечебная трава эх блин пока ни фига полезного толком не вижу но шанс еще остается клана что причудит меня не запалил остальное все ерунда тоже пока все бесполезно ну давай давай что-нибудь полезное я считал давать не научился вне зелья мана уже больше чем любого колдуна поход дело так превращение на утилус на утилус на утилус бржавый меч урок ух ты что чего Что сейчас было вообще? Ракушки пустые. Жаль. Ладно, пошли к Романову. Походу это как-то под воду сквозь текстуру провалился и меня вышвырнуло обратно. Ну хотя бы так, чем никак. Так, а че у нас Романов обблагодарит? Так, а тут позаимствовать ни у кого нечего. О! Расскажи кому-нибудь другому. Пока опасно. Кто же может научить меня вскрывать замки? Ну, сначала научиться вскрывать, потом уже пробовать что-то вскрывать. Логично, нечего сказать. Посреди ночи прямо из-под земли. Так. На то, что когда ты падаешь в воду, получается он здесь плавать не умеет. Просто ты возвращаешься и все. Ну, довольно мило. Хотя бы буду знать, потому что я еще хотел воду прыгнуть и проверить. Как говорится, это уже и не надо делать. Так, а че у нас здесь? Абсолютно ничего. Слишком очевидно для секретика, да? То есть я с ним так поговорить не могу, да? Жалко. Так. 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 собой был ключ он когда-то принадлежал капитану григориусу эриксон жалкое отродье он наверное украл его у какой-нибудь из этих вонючих шлюх будем надеяться он подцепил что-нибудь что убьет его раньше чем я до него доберусь добрый ты блин что не зубочек с водой даже есть об фонарить так теперь золотишком не разжился это уже гуд-гуд-гуд теперь осталось так чем не осталось то пробуем к пойти у него кроватки поспать хотя бы до утра пробовать сбегать найти торговцев которых я хотел до этого найти но вдруг обнаружил что можно интересно тут другими вещами заняться извини друган сиди пока а я пойду погуляю так торговый квартал да давайте навестим торговый квартал посмотрим чё как чему в играх подобного жанра дорогие друзья самые длинные эпизоды это когда у основу бегаете в городе ты карлос хочет поговорить с тобой так что давай караульный до поживее и посолоть меня в задницу прошу прощения с явно и грубое выражение тех мнений сюда не сюда и все правильно помню так а я говорил с родригесом он думает что ты стоишь за взломом он пытается подставить меня он меня ненавидит всегда ненавидел неизвестно почему родригес считает что ты используешь шпиона чтобы проверять потенциально интересные дома он так считает у тебя есть шпион как ты думаешь кто он ну разумеется нет с какой стати но если ты найдешь шпиона поговори со мной прежде чем поговоришь с родригесом возможно никому не придется рисковать кроме шпиона и руки подальше от моих вещей сама ты чё отходишь о я ищу дойла кого дойла никогда его тут не встречал он рыбы торгует но он не на меня торгует это точно может тебя и филуса спросить какая у тебя тут рыбы есть макуле и плавники сырая комбала селедка и а блин а где рагуз акулы ты плит я думаю хоть рагуз акулы будет сейчас как крестьянин привет коко 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 к тебе нужно потренироваться не стоит иди отсюда так это у нас не то боюсь что не могу тебе помочь с этим еще раз ясненько значит мне надо было либо перед идти либо после да уж я не слушаю черт рога сломает в этом городе нет нет ничего а а а я насчет взлома а что украли мои шкуры если бы не это я бы мог и дальше заниматься своим делом надо было слушаться отца и отправляться в море это уберегло бы меня от многих бед кто был здесь в день взлома да все как обычно рабочие хотели предложить мне свои услуги как будто у меня осталось золото кто еще павел был здесь весь день в конце концов он работает на меня и василий хотел продать мне пиво из таверны а потом приперся дойл рыбу свою продавал но я его прогнал отсюда вот и все второй человек это дойл на нечего глазеть на мои вещи так теперь картографу надо нет нет ничего как раз карту себе я думаю уже прикупить смогу золото мне хватит да сандук сокровищами я уже шестой или восьмой вижу но толку там нет никаких сломать не могу поле текс остался только картограф скорее всего между пивом и рыбой скорее всего это рыбак где-то тут картограф должен быть да или не здесь у меня есть чем заняться ну ладно тебе лучше не пытаться ничего стащить я пытаюсь кого-то хоть найти я не что-то стащить так а здесь у нас еще сверху караульная что любит торговый квартал а нашел красиво но расположение здесь конечно тише едешь дальше будешь у тебя не найдется работы я и так достаточно рабочих еще больше и я разорюсь понятно может нужен кто-нибудь для защиты при такой-то профессии что это ты мне угрожать пытаешься и не из прихвостней донали вот что я тебе скажу я тут зарабатываю деньги а не раздаю пока и чё купить ну ладно давайте ковш куплю это продам ок там нет этого ковша конечно это просто я слышала как конрад ругал тебя этому ублюдку только деньги подавай теперь то он узнает каково это что-то терять ты мне поможешь мне нужно знать где коровы конрада он их держит в загоне возле дальних городских ворот их стережет один фермер не знаю как его зовут но с виду он крепкий мужчина все эти коровы принадлежат конраду кроме моей эльзы хорошо хоть что они ее пока не тронули так это уже любопытно это чё тоже сундук сокровищем или как никак это просто красота стой так ладненько я понял так а тут надо пробраться как-то в этот дом еще вдобавок на вспомнил корек конрад держит пару коров у задних городских ворот хорошо и что дальше за его коровами приглядывает фермер разведай там все и поговори с фермером кто у вас главный в городе есть старая кладовая на заднем дворе притона сони ты найдешь его там хорошо вот это уже интересно это то стартовый локации частное время болтать у тебя наверняка есть дела в другом месте так это у нас значит ты ведешь дела с доном до чего ты это взял неважно главное что я это знаю работаю с растениями никому не причиняю вреда инквизиции это не понравится даже не представляю почему бы это могло их заинтересовать правда если тебе нужны эликсиры мы можем договориться только не пытайся мне угрожать гард украл какие-то вещи у дона что гард я его предупреждал чтобы он не связывался с доном я полагаю ты совсем разобрался спасибо тебе за заботу вот возьми целебные снадобие вообще прикольным картиночка музыка могу сказать хочу прочитать не могу хотелось бы мне знать какой-нибудь рецепт без рецепта нифига но это я уже понял не сомневаюсь что у тебя полно дел и бы еще раз порожено костылять так тем не найти еще одного лентяя так как собираешься тут торчать везде пони это тони так где-то пробный картограф блин найти иногда реки кого-то здесь пристрелиться пожалуй так это у нас хранитель маяка публичный дом я думаю я точно знаю что тебе есть чем заняться а как меня отвлекать так тебе было чем заняться да ладно пойдем посмотрим тогда коровуши прости меня что-то отвлекло тоже разговаривал блин не помню где этот картограф хоть убейте заказал карту забыл где он живет так тут по ходу я умею нет не явно не сюда мне куда-то отсюда вроде куда-то правильно пошел так я хочу стать хорошим вором понятно слишком рискованно расскажи мне аскорда не стоило мне вообще упоминать его имя лучше не задавать лишних вопросов это значит что он работает на дона где мне его найти самый умный да ты его не найдешь он скрывается он сам тебя разыщет когда время придет и больше ни слова о нем будто мы даже имени его не знаем ясно ладно что теперь делать если хочешь еще здесь поработать попробуй получить деньги с джоша не так выгодно но зато возьмешь все что сможешь кроме того держи ухо востро нельзя упускать свои шансы джоша твоем я же злобная галлюцинация чуить станет вот не интересно там хотя бы около фирмы я бегал на улице яйца были мастер белшвур велел мне принести тебе это зелье благодарю тебя наконец-то у марта появилась надежда но одного лечебного зелья недостаточно я должен увезти отсюда мою жену тут она умрет ей нужна крыша над головой приют я найду постель для твоей жены если у тебя получится это будет великолепно прошу тебя сделай все что сможешь пожалуйста дай мне поспать спасибо блин сказала такс значит ты сторожишь коров да еще кормлю и даю берта вот у нас лучше правда подруга больше всех на острове молока дает нет другой такой тёлки вокруг естественно конрад хочет чтобы ее сторожили я вижу ты гордишься значит коров нашли я бабника забавненько ну-ка давай-ка на какой-нибудь второе сохранение вот сюда сохраню так попробуем убить берту да это благу по идее по ход дела а вот такие злые то ну понятненько ну что ж дорогие друзья на этом все я пожалуй буду заканчивать надо подумать как эту берту аккурат грохнуть ну а пока кому понравилось ставьте лайки комментарии опросы оставляйте под видео на ютубе самый был черный метал ничего не случится если я что-нибудь позаимствую всем удачи всем пока